добрый день сейчас часто когда люди работают сетевых проектах и приходят люди разносторонние они работают в охране другие бухгалтера другие или третье они работают может даже представитель власти силовые структуры уходят на пенсию или каким-то другим причинам уходят и тоже необходимо искать работу и своей старой системе они привыкли работать как-то по-особому своем ключе приходят люди которые не имеют практики работы сетевых проектах студенты которых только начинают жизнь и еще нет четкой позиции жизненной нет жизненного опыта нет навыков и часто бывают возникают разногласия я хочу вам рассказать одну историю такую притчу она называется заседание в столярной мастерской и когда бывает ситуация когда мы жалуемся друг на друга вот эти люди не так работают они могли бы так работать или иначе может быть это история поможет нам с вами разобраться как все-таки правильно работать в команде как правильно сотрудничать чтобы там объединяло и укрепляло коллектив так вот эта история она начинается с того что однажды столярные инструменты собрались такое на совещании на заседании и конечно как всегда на заседании на заседании должен быть председатель председателем стал брать молоток успокоив собравшихся он сказал что слышал как некоторые инструменты и жалуются на своих коллег на своих напарников что они не так работают и подумал что было бы хорошо обсудить эту проблему все вместе так сказать так скажем открыто высказаться и так высказывайте свои жалобы братья инструмента сказал например ты брат пила поднявшись брат пила сердито сказал хотя бы взять этого маленького карандаша он всем действует на нервы самый такой маленький что его порой даже не найти когда он особенно нужен а если на и найдешь не бывает таким тупым и невозможно с ним работать какой был бы от него ток потому что его нужно постоянно затачивать тут брат карандаш поднимается и говорит да я может и бываю немного тупым но это случается только тогда когда мной часто пользуются но я не такой по крайней мере как брат сверло и все его семейство вечно не бестолку суетятся на одном месте да и вообще вот смотрите зато мы такие как брат рубанок выпалил брат сверло его пока не толкнешь вообще работать не начнет в отличие от нашей работы его работе не достают глубины инструменты переклинулись между собой согласились что замечание брата сверла справедливо затем повернулись бара турбанку и ожидают что же скажет на это он брат рубанок сказал так братья кажется я среди нас всех не единственный во в работе нужно подталкивать узнаете да поталкивать и кто обрабатывает только поверхность брат наждак еще хуже а брак наждак был вообще новичком вы только посмотрите какой он группы я просто не могу рядом с ним работать он без указывает на недостатки моей работы я просто не знаю как он такой грубый может вообще на что-то годится вот это были слова брата рубанка вот эти слова они вывели брата наждака новичка уже молодой энергичный ну пусть и конечно и грубые вывели его из себя он даже подпрыгнул от гнева да брат рубанок просто завидует и раз другие жалуются прокричал брат наждак я тоже пожалуюсь на брата рулетку я ездить я еле сдерживаюсь когда вижу что он только и делать что мерить своими мерками как будто только он один во мы прав страсти накалились до предела казалось у каждого была обоснованная причина жаловаться на другого затем высказал свое мнение брат уровень и как всегда был предельно точно самый разгар спора когда некоторые уже хотели уйти думаю что они уже никому не нужны их ничего не получается и они бесполезные инструменты и дело не будет вошел не кто иной как их господин плотник из назарета он пришел сделать работу которую поручил ему сделать его от отец отец его попросил построить дом которым они могли бы жить вдвоем и работа уже подходила концу плотник отдел рабочую одежду и принялся за дело он брал в том молоток то карандаш то пилу то рубанок то наждак то рулетку уровень и другие инструменты и тут кто-то вошел это был отец плотника он был очень рад видеть что работа сына был уже была осуществлена и он спросил своего сына как тебе это удалось и сын ответил он говорит я использовал все эти инструменты мне необходимо было и купить я купил они стоили мне очень дорого вот видишь брат молоток им можно и разрушать и строить он очень нужен в работе потому что всегда бьет точно в цель и скажу тебе это настоящий дружник а вот брат пила он так вонзает свои зубы и не оставляет работу пока не завершит ее до конца пока не сделать свое дело а еще мне очень нравится брат карандаш хотя он небольшой его нужно время от времени затачивать впрочем как и другие конечно инструменты но без него не обойтись когда нужно сделать какой-то замер отметку или исправление а без следующего инструмента без сверла вообще вот без рук брат сверло его семейство они так умело проникает внутрь открывают возможно для дальнейшей работы работы а вот брат трубанок ты только посмотри на него он всегда под рукой он работает как по маслу никогда не захватывая больше чем можно сделать это за один раз к тому же вам мастер обходить препятствия стороны знакомы ты с братом уровнем он тоже сослужил мне хорошую службу он следит за тем чтобы все было ровно и всегда сохраняет уравновешенность я часто пользуюсь им в работе и он надежный помощник я очень благодарен этой всей бригаде инструментов потому что без них я бы ничего сделать не смог даже вот например маленький брат гвоздь хотя он и маленький но с помощью брата молотка он всегда может довести дело до конца вводя по самую шляпку или брат рулетка он тоже маленький но всегда приспосабливается к различным обстоятельствам в работе и точнее своих оценках и даже этот новичок брат наждак очень важен для меня без него просто не обойтись несмотря на всю его шероховатость и грубость он знает свое дело так что видишь отец работа сделана с помощью этих таких разных инструментов и скоро работа будет завершена а пока пойдем и покажу тебе остальную часть дома и они ушли когда они ушли инструменты стали радоваться потому что господин похвалил их и его отец был доволен работой которую они сделали все вместе тут снова стал брат молоток и сказал да братья вижу что мы все нужны хотя у каждого из нас есть свои недостатки и мы не всегда поступаем так как считают нужным другие не важно новые мы или старые маленькие или большие мы все совместно трудимся на радость нашему господу и отцу так и в жизни так и в работе не важно откуда мы пришли работали мы там десять лет двадцать лет с тем маркетинг работали мы нянечки домохозяйки или были просто студентами или мы еще продолжаем работать это совершенно не важно важно то что каждый из нас ценен в глазах и нашего господина и его отца глазах компаний потому что мы все делаем одно тело мы делаем то что вместе то что не смогли бы сделать поодиночке давайте ценить друг друга давайте выбирать какие-то моменты общие для совместной деятельности чтобы могли укреплявшись совместно ободряя друг друга продвигать на наше дело каким мы занимаемся а мы занимаемся хорошим достойным делом и за это на наши компании платят деньги замечательно и свобода есть и деньги есть удовольствие от общения удовольствие от того что ты улучшаешь свое качество жизни и качество жизни других людей если вот эта история вам про солярную мастерскую что-то напомнила или может быть заставила о чем-то задуматься то я очень рад что помог вам в этом деле немножко разобраться спасибо за внимание я даже вас и не благодарю я вас поздравляю вы на новом пути становлению себя как личности становлению своего успеха 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 Продолжение следует...